Всем привет! Поселок Ахинтам. Чайные плантации. Сейчас цветет чай, он легко опадает, на земле его много валяется. И вот основная часть видео сегодня будет посвящена этому необычному осеннему, позднеосеннему событию в городе Сочи. Это когда у нас цветет настоящий чай. Самый северный чай в мире, ну как бы до недавнего времени. Англичане у нас немножко хоп, буквально на 100 километров. Но в Сочи это вот одна из самых северных плантаций. Севернее только момент двущелия, я знаю. В общем, пока у нас идет активная фотосессия с детьми, я вам покажу ради чего мы сюда приехали. Поселок Ахинтам. Сегодня 1 ноября 2021 года. Гляньте, какое чудо. Цветет чай. Вот он. Это цветущий чай. Ой, какая улиточка. Какая классная улиточка сидит здесь. Вы только гляньте, это цветочки чая. Здесь его очень-очень много. О, даже бражник летает и опыляет. Здесь столько насекомых сегодня. Теплый, классный день. Два месяца до нового года. Вы гляньте, сколько здесь чая. Вот он. Красавчик цветет. Но, естественно, надо заглянуть под кусты, потому что под кустами наверняка есть то, ради чего сюда едут очень многие люди. Да, вот он. Смотрите. Знаете, что это такое? Это семена чая. Коробочки лопаются, опадают. И у нас появляется уникальная возможность собрать эти маленькие, кругленькие, очень аккуратненькие семена чая. цветущий чай. О, смотрите, что у меня село на руку. Смотри, богомол. У меня есть свой собственный богомол. Не, ну он отлетит когда-нибудь. Вот это чай, конечно, класс. Смотри, сидит, ничего не боится. А? Гляньте, какое чудо. Вот это я понимаю самоварочек на фоне чайной плантации. Делаем фоточку обязательно и идем дальше. Так, ну, по плантации мы еще погуляем. Я думаю, мы сейчас заказ сделаем. и спокойно насладимся видом цветущего чая. Смотри. О, вот здесь надо обязательно глянуть. Гляньте, какие цветы крупные. вот этот вот классно выглядит. И вот так вот между рядами, если походить, то можно собрать. Богомол уже начинает мешать мне, поэтому вот тихонечко его. Давай, цепляйся. Давай. Давайте мы его поднимем и где-нибудь вот здесь оставим. Не хочет? Вот, все. Вот он, красавчик. Так, а мы... гляньте, какие классные семена. Маленькие-маленькие. Схожесть, правда, у них невысокая. Ой, тут еще и мусора понакидали. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот еще один. Вот. Вот сразу несколько. Иду. А вот прям с коробочкой. Так. Кого? Вот. Это мой улов на сегодня. Ладно. Мы сейчас еще погуляем обязательно. Не просто так мы сюда приехали. Ехать сюда два часа. Ну, из нашего дома. О! Пап, идем. Иду. Смотри, еще серый богомол. Тут, похоже, богомола. Тьма. Иду, иду, иду. Первый чай. Черный чай. Из добавления бергамота, шиповника, рябины и василька. Ой, я чувствую запах. Черный чай очень хорошо бодрит, а также помогает от головных болей. Ну как? Да, вкусно. Пахнет вкусно. Да, посадок. Это все. Все. Бабалочки. Черная моча у нас черное варенье. Из молотого грейского варенья. Давайте ложечку. В грейском варенье большое количество йога. Очень полезный для щитовидной жилей. Угу. 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 А что нужно еще добавлять? Да. Вкусненько. У тебя немного больш pelo. Какalenします. У�чным. Бергамоти мне кажется, все равно перебивается. Умм. Нет? Нет вообще вкусно. Сейвыча у нас зеленый чай с униенной верхней кубики со хлорой и календулой. С календулой? Зеленый чава выводит всякие шлаки и токсины из организма. Блин, так классно пахнет волок. Давай, начинай пить, я слежу. Я омоложусь. Мой варенье из молодых победок пихты, сока лимона, ладно. Это тоже вкусно. Да. Варенье очень полезно при заболевании десен. Спасибо, вон какой классный. Я хочу зеленый. Зеленый? Да. Это просто пчелка, это ей неинтересно. У меня сладкое ушко. Ушко. Следующий пак будет горно-кравяной спар. Черно-кравяной. А что в основном составе? Там, в основном, травы, которые мы собираем в горах. Чай очень хорошо успокаивает. То есть, если у вас нервная работа, семья, все вместе, то полтора стакана с утра и поедем убраясь. Мне нужно было литровую чашку налить. Вот и стакан, который дома сидит. Да-да-да. Бокальчик этот. Нет, вот первая стала мелочная. Да. Это то, что с травушками, то что у меня... Это у нас варенье. Не, ну с травушкой. Нет, мне не надо. А я попробую. Ну, я хочу попробовать, но она там летает, я боюсь. О, вполне не летает. Ешь пока не летает, просто она уже внутри лучше. Очень полезно для легких. Угу. Угу. Необычный вкус. Да, но вкусно для меня. Класс. Ещё один? Это четвёртый, да? Да, тоже травяной сбор, но состав немного другой. Левонгаз, бель, конец, и двойки. А, вот с имбирём, да. Ага. Он как пряники. Очень вкусно. Пахнет бомба. О, по-па-по. Ужиденько. У тебя. Удирай. Утара-про. 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 ухты какой цвет отдушка да ягодная фруктовая ягодная вот это зеленый вот они это зеленый вот первый второй до 1 2 это как казуна и шелковицы гурный дикий кизил ты хочешь вот это взять да идем мелкие шишечки да давай возьмем вот эту одну баночку да не спасибо сейчас посмотрят что-то еще хотите все спасибо сколько 750 вот видите прячутся коробочки с семенами чая летает целая плантация ухты какие большие кусты давайте не подойдет это вот видимо специально оставлено для того чтобы можно было показать гостям как выглядит чай когда его не собирают вот так вот не подстригают не обрезают вода какой огромный гляньте как классно выглядят ветки чая на фоне нашего высокого сочинского неба а вот видите богомолы понаоставляли свои аотеки вот одна свеженькая совсем вон еще одна прячутся они здесь садятся прям на руку вот цветочек спрятался чайный вот это чайный куст красота сказочная пчелки жужжат шумят мы еще взяли варенье из грецкого ореха дома мы его не готовим это очень длительный процесс очень сложно долги поэтому проще купить готовый вот они видите семена вот они семена чая а я слышу как они даже опадают вот коробочка здесь раскрылась и семена выпали какая красота вы гляньте сколько здесь чая ну ты заходи если чай этот туалет давайте пройдем вот здесь вот еще раз посмотрим вниз на земельку я хотя бы гуросточка нужно семян вот они видите какие сочные эти вот уже все вот они уже отпали вот эти уже все выпали это коробочки семена и а вот сами семена он их сколько гляньте и коробочка и семена сейчас мы их она собираем здесь чуток это все ради науки делается все ради науки вот смотрите обалдеть так это я забрал а вот здесь вот гляньте просто там выгребаешь короче кучу семян сразу гляньте сколько проблема в том что выроски чай в домашних условиях ну почти нереально ему нужна особая чайная почва добиться этого домашних условиях невозможно если кто-то выращивает чай вам очень везет очень везет потому что вы настоящие ботанические кудесники вот они семена чая вот как их сфоткать надо же дотянуться еще можно еще побродить по плантации ой сколько цветов упавших гляньте вот эту коробочку надо обязательно взять вот они семена падают пчелки опыляют чем вот так крупно снимем как будто это живой цветочек там детские голоса звучат столько людей сегодня на плантации гляньте тусит там народ просто кайфует бегать смотрите 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 это то что у нас очень называют калибре это не калибре этот бражник такой где вот он улетает боится меня блин я большой очень гляньте сколько семян здесь просто гигантская чайная плантация с огромным количеством семенного материала он валяется буквально под ногами повсюду гляньте гляньте сколько чая это конечно не самый северный чай в мире но одна из самых больших самых северных в россии чайных плантаций севернее есть чай мамедовом ущелье это вот мы к нему ездили весной если вы не видели обязательно гляньте это видео мы ездили пить чай мамедово ущелье вот сколько семян семена просто вот бац и вот эта семечка только что упала и вот это вот еще мы поднимем вот они почти невесомые кстати первые семена чая согласно распространенному мнению которая купила российское правительство было ошпарено вся партия была ошпарена кипятком и всходов не дала но в итоге все равно российская империя добилась своего и на кавказе были созданы огромнейшие плантации чая по которым мы сейчас с вами и гуляем это не те плантации это чуть попозже 30 и 40-е годы закладывались 50-е особенно массово после холодной зимы 51 года на самом деле в сочи очень холодная зима была в 51 году она запомнилась очень много по звоночке работа гляньте непослушная веточка чая здесь я вот наклонился здесь просто пчелки шумят видите как они классно опыляют чайную плантацию эти сколько завязей вот он молодой чай вот они молодые веточки чая с пипсами вот эти вот цветочки конечно они очень сейчас очень необычно выглядит все что связано с чаем в том числе и потому что это настоящие плантации о вездесущая сасапариль смилок с мой любимый все-таки вылез надо идти к семье они не уже машут и зовут мир пап пойдем пить чай есть варенье из грецких орехов и я бегу не зря же мне все-таки сюда ехать два часа обалдеть ну да весь поселок ахинтам живет в принципе садоводством туризмом и чаем огромные чайные плантации они конечно восхищают гляньте какие цветочки цветущей в ноябре сегодня 1 ноября до нового года осталось два месяца чай мы вон туда сейчас тоже поднимемся вот она пчела пчела смотрите капошица прям цветочки давайте быстрее фокус классно а это гляньте короче пытается проникнуть внутрь я это почти удается в этом случае она собирает оттуда взяток сейчас невероятное время цветения чая очень красивые фотосессии получаются ну и просто увидеть цветущий чай это класс огромные плантации потрясающе много цветов пчелок ой смотрите еще видите сегодня день насекомых нафоткаемся мои уже чаевничают сидят оооо ооо знаешь где у нас Алена большая тут а а а Улетает от меня. Здесь где-то широчень Огромный залез. Гляньте, сколько бутонов. Бомбела. Я ее вижу. Она опять от меня улетела. Да что ж такое-то. Купила я вам 40 одежд. В итоге в конце дня я сказала. Вот он красавчик. Сегодня у меня день насекомых. А где наши салфетки? В багажнике. Так, ну что, едем дальше. Цветущий чай. Фантастика. Здесь постоянно слышится звук летящих самолетов. Они как раз над нами здесь уходят. Коридор на Москву. И постоянно слышится шум насекомых, которые опыляют. Вот она коробочка. И чайное семя. Если увидите на плантации козочек, главное не ошибиться. О, гляньте. Под посленом еще валяются. Еще. А вот она целая коробочка. Видите? И внутри сидит семечко. Ой. Пустая. Пустая семечко. А вот крупные еще. В общем, если здесь так вот хорошо брейтись, покопаться, то семян можно найти. Кучу. Тьму. Настоящего. О, там такой огромный шерчень летает. Вот она, чайная плантация. Фантастика. А вон наша машинка стоит. На чайной плантации. Высокие кусты. Здесь вот часть кустов явно подфрижена. А эти... Эти еще не собранные. Видите? Вот семян немножко взял. Здесь их тьма. А вот чай явно не собирали. Ну и я этого делать не буду. Я его ферментировать не умею. А смысл набирать чай, чтобы потом залить кипятком и не ощутить вот тот вкус настоящего ферментированного чая, я не вижу. Столько бутонов. Его цветение только-только началось. Вот он, необычный цветок самого северного чая. Ну, относительно. В России самый северный. Самая северная крупная плантация. Фантастика. Да, и цветущих кустов здесь очень-очень много. А самое главное, гляньте, здесь даже бабочки летают. Место шикарное. Ахин там. Ну, согласно легендам, которые существуют. Это место, куда приводили корову. Ахинову корову. А вон море вдали. Красота. Просто пробираешься сквозь настоящие заросли. Представляете, чайным кустам уже 70 лет. Папоротник поднимается. На чайных плантациях его всегда много. Не могу стоять. Перед каждым цветочком готов кланяться. О, вот эта красота, жимолость. Правда, в колючке растет. Ох. Вредная. Но цветет красиво, эффектно. Вот здесь. Куда не зайдешь. Везде красота невероятная. Здесь даже копали. Вот сюда, например. Смотрите. И берем, просто приподнимаем эту подстилку. Нету. Я думал, тут семян будет. Ну, как бы да, вот они есть. Но потемневшие. Свежих. Нет. Но мы сегодня с вами уже насмотрелись, да? На чай. И попили чай. И поели вкусное варенье. И поели вкусное варенье. Вон еще одна пчелка опыляет спрятавшийся цветочек. Улетела. Вот они, семена чая. А это вот открывшиеся коробочки, семена из которых высыпались. А вот это, это сами семена. Надо их сфоткать. Трогать мы их не будем. Пускай спокойно осыпаются естественным путем. Вот такие вот пустые коробочки попадаются на пути. Ну, в общем-то, это, конечно, на самом деле, на самом деле потрясающе. Ну, вот где бы вы еще такое увидели? В России, я имею ввиду. Ух ты! Я случайно. Я вот это увидел, а вот это нет. Ну, прикольно. Сейчас пойду детям покажу. Они у меня сейчас поют песенку «Чай. Индийский чай». Прямо в темах. А туда дальше. Вон он, вон он, вон он, бражник полетел опять. Да что ж такое, он постоянно от меня улетает. Надо же вот это тоже сфоткать. Это ж красота неимоверная, да? А хотели поехать просто чай попить. А в итоге нагулялся я. Ага, это маленькая ягодка. Высохшая лаконоса американского. Вот они ничем не пахнут. Высохшие цветы. Не обрывайте их. Запах чая они не имеют. Фокус надо поймать. Ну все, наша прогулка по чайной плантации заканчивается. Мы выезжаем назад. Всем пока. И напоследок, напоследок, гляньте. А какая красота. Все, иначе я не остановлюсь. Гляньте сколько еще бутонов. Тут все будет усыпано цветами. Обалдеть. Обалдеть. Вот так вот. Шумит единственный массив лапины крылоплодной. Зеленый-зеленый лес. Очень много людей отдыхает. И мы сейчас сделаем то же самое. Посидим немножко здесь. В этой красоте. И поедем обратно. Обязательно должны заехать на... Как минимум. На тюльпанное дерево. Это тоже устье головинки. Вон лучик вылез из машины. Да, вот здесь самолеты звучат по-другому. Как у меня в детстве на Мамайке над головой. Сегодня здесь десятки людей на пикнике. Вот как-то так выглядит моя остановка. Машина высокая. Обочину не боится. Залито огнем скумпия. И вид на Шахе. Выше по течению ее многие знают. Потому что ездили отдыхать в Салахаул. Одна из самых величественных рек. У нас в Сочи. Потрясающе выглядит. Сильная, мощная. Иногда очень опасная. Шумная. Гляньте. Сейчас большими двумя рукавами течет. На этом участке. Представляете сколько она материала выносит. В море. Которые за строительство двух протов не распределяется по берегу. Которые за строительство. Конечно невероятно. Это бонусное видео. Тем, кто досмотрел до конца историю про чай, дарим пейзаж с Шахе.